Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основы мировоззрения, основы, через которые мы, люди, можем правильно смотреть на окружающий мир И таким образом правильно понимать окружающую действительность Это сверх важно Книга Бытия неспроста стоит впереди Ее поставил Бог впереди, в самое начало Для того, чтобы любой человек, который подходит к Библии Он мог, погрузившись в эту книгу Он мог сформировать сначала ключевые базовые взгляды на самые главные вещи Нам нужно иметь правильное понимание о том, кто такой Бог Следующее, нам нужно правильно понимать творение Что такое творение Нам нужно правильно понимать человека Правильно понимать мужчину, женщину, семью Правильно понимать грехопадение, которое привело человечество в то положение, в котором оно находится сегодня Вот обо всем этом говорит книга «Бытие». И мы очень подробно это изучали на протяжении уже, как я сказал, более двух лет. Сейчас мы подходим к концу этой книги. И вот кроме всего прочего, в книге «Бытие» есть место для того, чтобы говорить о смерти, говорить об отношении к смерти. Но это есть причина. Смерть – это серьезнейшая проблема всего человечества. Потому что люди обычно избегают темы о смерти как можно сильнее. Везде, где можно избежать эту тему, люди стараются это сделать. Они отодвигают мысли о смерти, они предпочитают не говорить о смерти, пока это не случилось. Вот когда это случилось уже непосредственно в близком окружении, вот там уже люди вынуждены об этом говорить. Но, к сожалению, очень часто люди не знают, как к этому подойти и как эти проблемы решать. Так, возвращаясь к этой теме, нужно отметить еще одну деталь. В связи с очень большой неприятностью темы смерти или с ужасом самой смерти, практически все власти, имущие люди во всей истории человечества предпринимали огромнейшие усилия для того, чтобы найти какой-то инструмент, какое-то средство, чтобы победить смерть. Если вы читали о разных-разных выдающихся людях, у которых было много власти, они практически все использовали огромные ресурсы, огромные деньги. Они создавали специальные медицинские центры, привлекали лучших специалистов, которые могли бы хоть как-то продлить жизнь, отодвинуть смерть, или же еще лучше избавить от смерти. Совсем недавно я прочитал о новых исследованиях. Одна компания предлагает заморозить человека с тем, чтобы через сто лет, когда уже будет решение, будет лекарство от смерти, будет какая-то такая вакцина или какая-то эликсир, который позволит победить смерть, чтобы потом вас разморозят и этим лекарством вылечат, и вот будете бессмертны. Конечно, никого еще не заморозили и не разморозили, еще это не доказывает, что будет с человеком, когда его разморозят, но тем не менее, такие компании уже есть, они уже предлагают такие услуги. Все это говорит об одном – люди страшно ненавидят смерть. Смерть – это… ненавидят смерть – это вообще недостаточно сказано, потому что смерть – это лишение человека всего. Этот вопрос задавал еще Экклесиаст. Посмотрите, Экклесиаста, 5 глава, 15 стих. «Как он вышел ногим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести он в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Вот в этом еще большая проблема смерти. Одно то, что смерть наступает и решает человека жизни, а другое то, что смерть решает жизнь смысла. То есть, если человек живет, он что-то делает, он трудится, он страдает, он подвергает себя каким-то нагрузкам, где-то немножко радости, где-то разные переживания. И вот в результате всего этого подходит к одной точке, в которой, каким он пришел, таким и уходит. И Экклесиаст задает вопрос, логичный вопрос, какая же польза ему, что он трудился на ветер? То есть, все то, что он делал здесь на земле, все, умный человек решает его всякого смысла. В другом месте он говорит еще глубже. Экклесиаст 2 глава, 15 стих. «И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие века все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Я читаю одну книгу о атеизме в Советском Союзе и интересная логика, которую я вспоминаю, что было там в то время, когда мы там жили. Нам тогда говорили, что Карл Маркс и Ленин, они живы сегодня в нашей памяти. Они живее всех живых, потому что мы о них помним. Так вот, здесь Экклесиаст пишет, он говорит, в грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Самые выдающиеся люди уходят в небытие. Книга «Бытие» говорит о смерти очень глубоко и очень точно. И сегодня мы остановимся на одной такой части этой книги, которая поможет нам сформировать правильный библейский, взгляд на эту проблему. Библия говорит о том, что причиной смерти является грех. В самом начале, еще во второй главе, Бог говорит человеку, если вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Дальше, в третьей главе описывается грехопадение, описывается то, что произошло с человеком, когда они разделились с Богом, и наступила смерть духовная, и потом они стали двигаться к смерти физической. Книга «Бытие» говорит о начале плана искупления, результатом которого стала победа Иисуса Христа на Голгофском кресте, когда Он победил смерть, когда смерть уже не имеет власти, она побежденный враг. Но эта победа Иисуса Христа на кресте, она имеет две фазы. Одна фаза уже совершилась, а вторая фаза, то, о чем сегодня Анатолий Михайлович читал в начале собрания, она еще будет совершена, когда тело наше освободится от закона греха и смерти, освободится от тления, и когда мы будем оживлены вместе с Иисусом Христом. То есть победа, одержанная Христом, еще ждет своего полного завершения, когда каждый, кто принадлежит Христу, кто уверовал в Него, будет освобожден от действий греха и смерти, и этот план будет полностью реализован Христом во время Второго пришествия. Но до того, на протяжении всего этого времени, люди продолжают умирать. И верующие люди продолжают умирать. Как относиться к этому? В нашей группе есть, в нашей церкви есть одна очень интересная группа, группа сеньоров. Ей руководит сейчас Юрий Иванович Близнюк. Но у этой группы есть еще одно название. За кулисами ее называют «Трамплин вечности». Это название дал ей Алексей Иванович. Мой отец, первый руководитель этой группы, он был руководителем этой группы долгое время. Так вот, некоторые из представителей этой группы, они не раз подходили ко мне и спрашивали. Они говорили, «Алексей Алексеевич, вот у нас в церкви есть разные курсы. Есть для детей, для родителей, для молодежи. Всякие разные курсы, как жить. Нет только курсов, как умирать. Не могли бы вы нам семинарчик какой-нибудь сделать, чтобы знать, как умирать? Так вот, сегодня мы будем делать маленький семинарчик. Мы сегодня будем говорить о том, как же правильно подходить к этому очень серьезному вопросу. Сегодняшняя проповедь, она будет немножко проливать библейский свет на эту тему. Мы говорим о последних днях жизни Иакова. Иаков – один из героев веры, один из патриархов. В книге Бытия написано о смерти нескольких человек, но подробно описывается смерть Иакова. И по этой причине, останавливаясь на ней, изучая ее, мы сможем взять очень важные принципы, которые касаются каждого из нас. Моисей показывает Иакова как обычного человека, который жил на земле, у которого было много ups and downs, было много разных сильных сторон, было много провалов. Но он показывает его как человека, который имел веру, который отличался от других тем, что он имел веру. И именно вера определяет его финальные годы жизни, финальные дни жизни. Мы будем читать 46-ю и 47-ю главы книги Бытия. И начнем с первого стиха 46-й главы. И отправился Израиль со всем, что у него было. И пришел в Версавию и принес жертвы Богу отцу своего Исаака. Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном Иаков, Иаков. Он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог. Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя великий народ. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои. Как вы помните, до этого было много интересного. Иосиф попадает в Египет после ряда переживаний, которые у него были. Он становится премьер-министром. В конце концов, Бог дает ему видение, которое позволяет обеспечить Египет хлебом, тогда, когда семь лет голода по всей окружающей земле, во всем мире, который был тогда известен. Вот. Встреча с братьями. Одна встреча, вторая встреча с братьями. И вот, в конце концов, Иосиф открывается им. И теперь есть возможность, чтобы Иаков, отец его вместе со всей семьей был переселен сюда, в Египет. И вот перед тем, как этому произойти, Бог встречается с Иаковом, еще раз является ему, и он подтверждает, он говорит, иди в Египет, да, это от меня, и ты потом вернешься оттуда, и народ весь вернется оттуда. Но здесь есть очень интересные слова. В конце Бог как будто говорит о чем-то вполне естественном. Он говорит, Иосиф своей рукой закроет глаза твои. То есть он говорит ему, иди, и там умрешь. Далее, после этого, помните, приводится большой список всех людей, которые вместе с Иаковом переселились в Египет. Мы не будем его сейчас читать. Потом описывается встреча Иакова с Иосифом. Потом его встреча с фараоном. Потом описаны большие дела, которые Иаков делал еще там, в Египет. И вот в самом конце, в 47-й главе, Моисей опять возвращается к теме Иакова. 27 стих, 47 глава. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской семнадцать лет, и было дней Иакова, годов жизни его сто сорок семь лет». И пришло время Израиля умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегнома и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, чтобы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». Заметьте, Иаков в этом месте говорит от своей смерти так же спокойно, как Бог говорил ему вот еще в предыдущей главе за семнадцать лет до того. И, как мы уже говорили, вот эта ясность, это спокойное отношение к смерти имеет свои причины. В этой главе или в этих главах мы можем увидеть несколько условий, которые позволяют подойти к смерти вот так спокойно, естественно, без напряжения, свободно и с уверенностью. Мы посмотрим на эти условия сейчас в оставшееся у нас время. Первое условие, которое позволяло Иакову иметь это глубокое спокойствие перед лицом смерти, было его глубокое знание Бога. Это самое главное условие, которое необходимо для каждого человека. Это было одно из особых благословений Иакова в том, что он познал Бога. Он познал его через своего деда, Авраама. Бог однажды явился Аврааму. И вот послушайте, и потом Авраам передал эту веру Исааку, своему сыну, отцу Иакова. Послушайте, как описывается эта последняя сцена. 46 глава, 1 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Иакова». В этом первое условие правильного отношения к смерти. Люди, которые знают Бога как Творца неба и земли, люди, которые знают Его как Владыку, в руках которого жизнь и смерть каждого жителя земли, вот эти люди имеют правильную точку опоры. И в этом было преимущество Иакова. В отличие от многих людей, живших вокруг него, Иаков знал Бога. Он знал Его через свидетельство своего отца и своего дедушки. Версавия была не просто местным на пути в Египет. Если вы посмотрите немножко раньше, Версавия – это место, которое Авраам избрал после того, когда Бог испытывал его, потребовав от него принести в жертву Исаака. Сразу же после этого он поселяется в Версавии, и он живет там какое-то время, и он устанавливает там жертвенник поклонения Господу. Это же место было тем городом, в котором Бог подтвердил свой завет Исааку, завет, который он заключал с Иаковом, был подтвержден Исааку в явлении Господнем, которое произошло тоже в Версавии. То есть, это место было известно Иакову как место особого поклонения Богу. И он идет туда, и вот там, в этом месте, он еще раз встречается с Богом. Моисей подчеркивает преемственность. Он не просто говорит, что Иаков принес жертву Богу Иегове. Он специально подчеркивает, что Иаков поклоняется Богу Отца своего. Почему он это делает? Потому что именно от Отца он узнал о Боге. Потому что Отец рассказал ему, кто такой Бог. Отец показал, он видел Бога в его Отце. И это дает ему очень прочное основание для того, чтобы правильно подходить к последним годам своей жизни. познание о Боге мы можем получать через несколько источников. Мы посмотрим, как это было у Иакова и сделаем несколькие параллели с тем, как это происходит у нас. Самое первое – это знание Бога через свидетельство других людей. Именно это происходило в жизни Иакова. Иаков хорошо знал, безусловно, хорошо знал своего Отца и по свидетельству своего Отца он очень много знал о своем дедушке. Вот как описан первый в Писании разговор Бога с Авраамом. Представьте себе, что до этого не было людей, которым Бог бы открывался. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома Отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Мы не знаем, как Бог явился первый раз Аврааму, но он ему как-то открылся вот с этим очень ясным призывом, с очень ясным указанием, которое Господь дает. И посмотрите, когда Авраам поверил Богу, когда он последовал тому, что Бог говорит, его реакцией на то, что он видел в Боге, было всегда следующее. 12 глава 7 стих. Смотрите. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему я отдам землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть в жизни Авраама было утверждено, установлена практика поклонения Богу. Авраам знал Бога, он продолжал его познавать, и он поклонялся ему, и это было хорошо известно. Это было хорошо известно Исааку, и это стало частью жизни Исаака, и по этой причине это стало известным Иакову. То есть Иаков знал Божью верность по отношению к Аврааму. Он хорошо знал все эти истории, что у Авраама долго не было детей, что у Авраама родился сын в старости. Он хорошо знал историю, когда Бог призвал Авраама принести в жертву Исаака, и как она чудесным образом закончилась. Он хорошо знал истории, которые связаны были с жизнью отца его Исаака. Он знал действия Божьи в жизни близких его людей. Это было очень важной частью формирования его собственной веры. Вот почему Ассав в 77-м псалме говорит о очень важной части, говорит о том, какую роль родители, деды играют в жизни, в формировании веры их детей и внуков. И это очень важная часть формирования их познания Бога. 77-й псалом 4-й стих «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям, возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божий и хранить заповеди его». И далее в этом псалме, если вы почитаете, идет длинное перечисление всего того, что Господь делал с Израилем. То есть это первая часть, когда мы говорим о нашем познании Бога, которое является важным условием для того, чтобы мы могли правильно подготовиться, правильно встретить смерть. первая часть, как это познание Бога обретается, через тех людей, которые прошли перед нами. Такими людьми могут быть разные люди. Это могут быть вот эти же герои веры в Священном Писании. Это могут быть наши родители. Это могут быть наши деды. Вот почему очень важна связь поколений. Вот почему очень важно, чтобы старшее поколение делилось с младшим поколением о великих делах Божьих. Вот почему младшему поколению нужно слушать о том, что Бог делал в жизни дедушки, что Бог делал в жизни бабушки, что Бог делал в жизни папы и мамы, как Он проводил их через трудности, как Он утешал их, какими чудесами Он решал проблемы, которые у них возникали. Друзья мои, это реальность жизни христиан, это реальность жизни церкви. Это очень важный элемент познания Бога. Есть еще один инструмент, который очень важен. Я им пользуюсь постоянно практически. Это биографии. Это биографии христиан. Это биографии людей веры. Когда мы читаем о том, что Господь делал с миссионерами, с пасторами, с обычными простыми верующими. Вот это то, что сыграло очень важную роль в жизни Якова. Не все у него было гладко. У него в жизни много было качкары. Много было трудностей. Но то, что он видел в Аврааме, он его не знал лично. Он родился после того, когда Авраам уже умер. Но он слышал о нем очень много. То, что он видел в своем отце, в Исааке, вот это заложило основание. Второй элемент, как знание Бога формировалось у Якова, это Божие откровения. Знание Бога через Божие откровения. Конечно, у Якова была такая привилегия, он имел непосредственный контакт с Богом. Это было начало зарождения израильского народа. Это было особое время, особый период. Поэтому Бог говорил напрямую с некоторыми людьми, но говорил напрямую. И мы читаем несколько ситуаций, когда Бог являлся Якову и напрямую с ним говорил. И через вот этот разговор Яков познавал Бога, то есть посредством прямого откровения. Сегодня мы живем в другой ситуации, в другой обстановке, но тем не менее у нас есть более превосходный источник Божьего откровения, который обращается к нам и посредством которого мы можем знать Бога лучше, чем знал Яков. Вот представьте себе, Бог являлся Якову, ну, четыре раза мы можем посчитать. Но, может быть, где-то еще не написано, может быть, еще... Но Он являлся Ему по конкретным вопросам, конкретных ситуаций, когда лестница была. Помните, когда он в эфире, это было, когда он бежал от брата своего, и Бог тогда являлся, и Он ему сказал, что я с тобой, ты часть завета, Афраамова завета, поэтому я с тобой, я тебя не оставлю. То есть это было один раз. Потом мы видим еще пару раз, Бог является и говорит с Яковом. И нам кажется, ну, вот это сам Бог явился, это настолько могущественно. Но представьте себе, что в Священном Писании сказано о Боге намного больше, чем за те четыре раза Яков мог узнать посредством личной встречи. То есть у каждого из нас сегодня есть огромная возможность. Вот почему. У меня нет этого текста здесь на PowerPoint. Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Второе послание апостола Петра. Апостол Петр говорит о другом опыте. Он говорит о своем опыте, о том, что он когда-то видел. Второе Петра, первая глава, из 16 стиха, он пишет так, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!» И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Заметьте, апостол Петр говорит о своей встрече с Богом, о своей встрече с прославленным Христом, но он здесь называет пророческое Слово, то есть Священное Писание, более верным, вернейшее, наиболее верным. То есть у каждого из нас на сегодняшний день есть точно такие же, даже более доступные инструменты для того, чтобы познавать Бога через Его откровение. Итак, если вы хотите подготовиться к смерти, если вы хотите иметь свободный, простой, уверенный взгляд на будущее, каким бы оно ни было, нам необходимо познавать Бога, необходимо познавать Его через примеры Его действия в людях, необходимо познавать Его через откровение. Есть еще третий элемент, который был очевиден у Иакова, знание Бога из личного опыта. Что это значит? Это не то, что мы в личном опыте получаем какое-то субъективное откровение, это значит то, что мы в жизни своей, проходя разные удачи-неудачи, проходя какие-то взлеты и падения, переживая разные обстоятельства, глядя на то, что Господь делает, глядя на природу, которая нас окружает, глядя на Его работу сегодня, мы можем делать практические выводы о том, кем является Бог. Помните, как это было у Иакова? Иаков знал о Боге много, но в своих действиях он очень долгое время исходил из своей хитрости, у него не доставало веры, не доставало упование, и у него было много таких лукавых ходов, путей, в которых Бог останавливал его, учил его, сокрушал его, в которых Бог создавал обстоятельства, в которых трудности были в его жизни. Помните, трудности с его братом, дальше трудности с Лаваном, его тестем, дальше трудности, когда он возвращается оттуда, экономические трудности, потом он, жена у него умирает, то есть очень много разных, потом дети начинают делать такие вещи, которые приносят ему огромную скорость. И вот во всем этом, через все это, человек может или удаляться от Бога, или приближаться к Нему. Иаков приближался к Нему. Иаков мог на практике познавать Бога. Кстати, жизнь каждого из нас устроена Богом так, что в каждой ситуации, каждая ситуация организована, как наилучший контекст для возможности познания Бога. Это то, о чем Господь заботится. Все это создало общую атмосферу, в которой Иаков, подходя к своей старости, глядя в глаза смерти, он имел хорошее, глубокое знание Бога, он имел прочное основание, уверенность в том, кто контролирует жизнь и смерть. И эта уверенность необходима всегда, и она крайне необходима, тогда, когда человек приближается к смерти. Это ярко видно из свидетельства Иова. На смертном одре он провозглашает такую фразу, 19 глава, 25 стих, «А я знаю, искупитель мой жив». Вот это глубокое знание, которое где-то в глубине, в сердцевине лежит, тело страдает у Иова, но он внутри имеет это глубокое знание, «А я знаю, искупитель мой жив». Об этом же говорил пророк Даниил. Даниил, 11 глава, 32 стих, очень интересный, здесь написано по-русски, «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Более точный перевод слова «чтущие», «знающие своего Бога». Люди, знающие своего Бога, усилятся. И вот почему, друзья, объясняя цель и смысл жизни людей на земле, апостол Павел подчеркивал свои проповеди в Афинах. Деяние апостола, 18 глава, 26 стих, он говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Это самая главная задача, дорогие мои. Главная задача, главная цель, почему Бог нас создал. Главная цель, почему мы живем сегодня, в каких бы обстоятельствах мы ни были. Главная задача – искать Господа, познавать Его, жить Ему, укрепляться Ему. Вот тогда мы сможем подойти к финальной точке нашей земной жизни. Абсолютно естественно, абсолютно свободным и абсолютно без страха. Чем лучше вы будете знать Бога, тем свободнее и увереннее вы будете подходить к переходу в вечность. Второе. Второе важное условие, которое мы видим в жизни Иакова, это знание Божьих обетований. Одно дело – знать Бога. Второе дело – знать, что Он хочет, что Он делает, что Он намерен делать, что Он обещал. Вот в жизни Иакова это было очевидно. Иакова имел особую благодать быть соучастником завета, который Бог заключил с Авраамом. Что такое завет? Завет – это Божье обещание. То есть Бог пообещал торжественно, с клятвой, Он пообещал, вот это будет. Иаков знал это. И по мере того, как Он знает Бога, верного, сильного, могущественного, любящего, вот тогда понимание Его обещаний играет практическую роль в жизни этого человека Иакова. И особенно, конечно, это важно в последние дни его жизни. Это ключевое обстоятельство, играющее роль в отношении людей к смерти. Вот что знал Иаков об обетованиях, которые Господь дал ему. Бытие 17 глава описывает это подробно, хотя о завете и об обетованиях, которые Бог дал Аврааму, Исааку, Иакову, много сказано в этой книге. Мы прочитаем только один отрывок. 17 глава 1 стих. Авраам был 99 лет, И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною, будь непорочен, и поставлю завет Мною и между тобой». Это очень важная деталь, друзья. То есть Бог дает конкретное обещание и подкрепляет его заветом, договором. «Ходи предо Мною, будь непорочен, поставлю завет Мною и Мною и тобой, весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобой». Опять повторяет слово «завет». 4 стих. «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народа, и не будешь более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. «И поставлю завет мой между Мною и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды, и в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих против тебя, после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть заключает завет Бог с Авраамом, и в этом завете он пообещал, что он будет его Богом, и он будет Богом его потомков, и этот завет вечный. После смерти Авраама этот завет переходит на его сына Исаака, и дальше потом он переходит на Иакова. И книга Бытия специально подчеркивает это несколько раз. Посмотрите, 26 глава, когда происходит этот переход на Исаака. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаака в Емелеху, царю филистинскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странству по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». То есть, смотрите, Бог дает завет Аврааму, заключает этот договор с ним. Исааку он говорит, «На тебя переходят все обещания, которые я дал Аврааму». Через несколько десятков лет то же самое случается с Иаковом. Помните эту историю, 28 глава Бытия, 12 стих. «И увидел Иаков во сне, вот лестница на земле, вверх его касается небо, ангелы Божии восходят и нисходят». И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Заметьте, очень важно, он подчеркивает преемственность обетования, преемственность завета. И заканчивает он в 15 стихе и говорит, «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу, Бог гарантирует, возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню все, что я сказал тебе». То есть суть Божьего завета, Божьем обетовании. Бог дает обещание, участие в Аврааме в завете гарантирует Иакову то, что эти обещания будут касаться его конкретно. Более того, из Божьих обещаний, данных Аврааму, Иаков знал, что его потомки будут жить в чужой земле на протяжении 400 лет, и после чего они выйдут оттуда, вернутся. Бытие 15 глава, 13 стих мы читаем и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом». То есть, посмотрите, у Иакова есть очень прочный фундамент, он знает Бога, он знает, что Бог обещал, и он знает конкретно, что Бог обещал, что этот народ, его потомки, они будут 400 лет жить в земле не своей, и потом оттуда Господь выведет их. И вот с этой точки зрения, вернее, в этой позиции он находится, когда он уйдет в Египет, зная обо всех этих обетованиях. Знание Божьих обетований и причастность к ним – очень важное дело. Я попробую это проиллюстрировать на примере банка. В банке есть деньги, обычно в банках, в банке как финансовая организация. В некоторых банках нет денег, в стеклянных. В банке есть деньги, которые дают взаём. Для этого существует банк. Для того, чтобы давать деньги взаём. Люди могут получить оттуда деньги. Могут в действительности получать сотни долларов, сотни тысяч долларов. В действительности, при нынешних ценах на жильё, то, наверное, никто, кто идёт в банк для того, чтобы взять ипотеку или моргодж и не рассчитывает на меньше, чем сотни тысяч долларов. То есть банки дают сотни тысяч долларов. Но они дают на определённых условиях. То есть у них есть их обетование. У них есть их обещание. То есть они говорят, да, мы дадим деньги. Но дадим, если есть кредитная история, если есть доказанная платёжеспособность, если дом, который вы покупаете, действительно стоит того, что... И другие. Там много разных условий. Вот, кстати, почему существуют фирмы-специалисты, которые хорошо знают эти условия. Вы к ним приходите и вам помогают взять этот заём в банк. Вот теперь представьте себе любого человека, который приходит в банк и просто говорит, я хочу 300 тысяч долларов. Ну, просто так, его надежда не имеет основания. Его упование на этот банк, на эти деньги, они просто окажутся мыльным пузырём. Почему? Потому что ему никто не обещал эти деньги. Банк действительно рекламирует даже и говорит, я дам, мы дадим деньги, но только тем, кто соответствует вот этим условиям. Вот что-то подобное происходит с людьми, которые смотрят вперёд, когда они думают о своём смерти. В принципе, всех людей в этом отношении можно разделить на три категории. Есть три категории отношений к смерти. Первая категория людей это те, кто безосновательно считает, что после смерти ничего нет. Таких людей в мире меньшинство, это небольшая сравнительно группа, которые просто отметают мысль о смерти и они говорят сами себе, живёт человек, ешь, пей, веселись, завтра умрёшь, там ничего нет. Мы не знаем, что там. Оснований, что там ничего нет, у них нет. Доказательств этого у них нет. Нет никаких доказательств, они не обладают какими-то доказательствами, чтобы доказать, что там ничего нет. Вторая группа людей, которая, я думаю, самая большая, группа людей в мире, это те, кто безосновательно считает, что Бог примет их к себе. То есть эти люди, они понимают, что очень трудно отрицать загробную жизнь, и они понимают, что после смерти им придётся встретиться с Богом, но у них нет достаточно оснований, чтобы быть уверенными в том, что Бог их примет к себе. То есть они действуют примерно так. Ну, мы вели неплохую жизнь, и, наверное, Бог должен это как-то учесть. Или другие говорят о том, что Бог милостив, ну, пострадаю я какое-то время за свои грехи, отстрадаю, и потом Бог меня в конце концов простит и примет. То есть у людей есть самые разные теории, а некоторые просто на авось живут, и они просто говорят, да как-то там уладим. То есть они думают, что Господь есть, они признают, но они решают свои проблемы безосновательно. Это все равно, что люди, которые думают, что банк им даст деньги, но которые совершенно не заботятся об основаниях для того, чтобы это произошло. Есть третья категория, это люди, которые имеют веское основание на то, что когда они умрут, Бог их примет. и это очень серьезное основание. Для этого нужно иметь прочное основание. Опять-таки, если в банке для того, чтобы дать вам несколько сот тысяч долларов, вот такую пачку бумаг заполняют, и не только, это же когда вы подписываете эту пачку бумаг, каждая из них что-то значит, кто-то эти бумаги перепроверял, для кого-то эти бумаги что-то имеют очень существенную роль, играют, существенное значение, то насколько важнее вопрос вечной жизни, вопрос взаимоотношений с Богом, с Судьей Вселенной. Какие обетования важны для верующих в этом отношении? Есть несколько ключевых, очень важных, без которых наша надежда, наше упование на то, что мы переходя в вечность будем иметь, будем приняты Богом. Без этих обетований наше упование будет тщетным. Самое известное упование Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него что? Не погиб, но что? Имел жизнь вечную. Мы настолько привыкаем к вот этим текстам, которые очень известны, что они перестают быть для нас вескими. А это сверхважное практичное основание. Когда человек подходит к смерти, вы знаете, смерть, она наступает у всех, на Земле стопроцентная смертность, она только в разное время. Некоторые вот подобно Иакову дожили до длинных, до очень таких преклонных лет, а некоторые намного раньше умирают. И поэтому вопрос веры в Иисуса Христа, это вопрос жизни и смерти для каждого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Вот почему мы обращаемся отсюда каждый раз и сегодня еще раз обращаюсь ко всякому человеку, который сидит сейчас здесь. Есть ли у тебя вот эта вера живая? Вера в Иисуса Христа. Речь не идет о принадлежности к Церкви, речь не идет об исполнении традиций, речь не идет о чем другом, речь идет о твоем дорогой друг отношении с Иисусом Христом. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это обетование. Если у человека есть живая вера в Иисуса Христа, это самое важное, что может быть. Самое важное. Самое главное, что нужно для того, чтобы человек мог правильно подойти к вопросу вечности. Несколькими главами ниже Иисус повторяет эту же истину немножко детальнее. 5 глава 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот обетование. У Иакова были одни обетования. Обетования, которые были у Иакова, указывали только на Христа, как на Мессию, которым Он доверял. У нас есть обетования, которые говорят о том, что Христос уже сделал для нас. Именно эти обетования дают прочный фундамент для того, чтобы иметь глубокую убежденность. Все, кто принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, имеют уверенность в том, что Он победил смерть, и что эта победа обязательно распространяется на всякого верующего в Иисуса Христа. Писание об этом говорит много раз. Я приведу несколько текстов, опять-таки, перечисляя обетование. Римлянам 8,11 написано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, своим живущим вас». 1 Коринус 6,14 «Бог воскресил Господа, воскреси ты нас силою Своею». 1 Коринфянам 15,22 «Как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христов в пришествии Его». 2 Коринфянам 4,14 «Знаешь, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Это далеко не полный список обетований. То есть, мы говорим, что нужно для того, чтобы быть уверенным перед лицом смерти. Во-первых, знание Господа, личное знание Бога каждому человеку, второе, знание Его обетования, знание то, что Он обещает, конкретно обещает. Он обещает для того, чтобы дать нам фундамент жизни. Вот почему верующие первых веков, которых убивали миллионами, вот почему они так свободно, так твердо и с радостью шли на костер. Потому что они все это знали. И все это было для них живо, все это было реально для них. Есть еще несколько обетований, которые очень важны. Я встречал людей, которые говорят, я в общем не сомневаюсь, что я буду с Господом на вот сам вот момент перехода, что будет происходить. Мы знаем, что будет происходить. Мы знаем, Иисус Христос говорил об этом. Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих, Он говорит, обращаясь к разбойнику, который покаялся на кресте. Помните, что Он говорит ему там? Иисус сказал ему, истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. То есть, сразу после того, когда человек переходит из этого мира в другой мир, он встречается с Иисусом Христом. Писание говорит так. Есть еще одно обетование, которое говорит о том, что будет сразу после перехода. 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих, апостол Павел пишет о себе. Он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть, речь идет о том, что все люди, которые, все христиане, все верующие, после того, когда они встречаются со Христом, они получают награду от Него. Причем, эти награды будут разные. В другом месте апостол описывает это. 2 Коринфянам 5, 10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, речь идет о всех верующих людях, всех спасенных Христом, которые предстают перед Иисусом Христом, после того, когда они умирают, для того, чтобы получить, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Еще одно обещание Писания, которое касается этой темы, оно говорит о воскресении в новом теле. 1 Фессалоникийцам 4,16 в том, что Сам Господь при возвещении, при глазе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. Это только некоторые из Божьих обетований, которые очень важно знать. Очень важно знать обетования, на основании которых мы живем. Но вот здесь есть ряд обетований, на основании которых мы умираем. И Библия говорит об этом. И Библия снаряжает людей для того, чтобы христиане могли знать это, могли жить этим, могли иметь эту готовность. Как мы уже говорили, что главное здесь – это участие в Новом Завете. Вот подобно тому, как Бог пообещал Аврааму и сказал, твои потомки – часть этого благословения. Вот точно так Бог пообещал Иисусу Христу, и Он сказал, что все, кто в тебе, они имеют часть в этих благословениях. Здесь мы подходим к еще одному последнему условию, которое мы видим в жизни Иакова. Он не только знал Бога, он не только знал Божьи обетования, но последнее он практически доверял Божьим обетованиям. Давайте еще раз посмотрим на то, как Иаков относится к тому, что происходит, когда он приближается к смерти. 47 глава, 7 стих, Иаков говорит о своей жизни фараону. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малые несчастные дни жизни моей». 130 лет прожил человек. Он говорит, что мало. Но он говорит дальше, причина почему, не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствований. Скорее всего, он уже чувствовал себя слабым в этот период. Он после этого прожил еще 17 лет. То есть Иаков прожил 147 лет, тогда, когда Авраам прожил 175 лет, а его отец Исаак прожил 180 лет. То есть в сравнении с другими он прожил не так много. И он говорит несчастные, он называет несчастные дни жизни моей. В действительности он много пережил переживаний, очень много трудностей. Последний с Иосифом. Последние вот эти годы, когда это было 13 лет, когда не было известно о судьбе, или он думал, что Иосиф погиб. И вот в этой части, когда Иаков думает, он оценивает свою жизнь именно так, в самом конце еще интересная деталь. 47 глава, 27 стих. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ей, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни ее 147 лет, и пришло время Израилю умереть». У него была еще возможность благословить своих детей. Мы будем говорить об этом в следующий раз, если Господь позволит. То есть речь шла не о часах, а скорее всего о днях. Вот уже он находится при смерти. И вот посмотрите, самое первое, о чем Иаков заботится в этот момент. 29 стих. «И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегном мою и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, и вынесешь меня из Египта, и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». После этого он благословляет детей, и после этого благословения говорит следующее. 49 глава, 29 стих. «И заповедовал он им и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамри в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ребекку, жену его, там похоронил Ялею. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитиянина. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своими». Это очень интересное место. Дело в том, что место для погребения Авраам купил у сынов Хитовых, если вы помните. Мы об этом говорили подробно. И он купил это как выражение своей веры. Бог привел на эту землю его. Авраам ходил по этой земле, жил на этой земле очень долго. Но на протяжении всего этого времени он не имел ни куска земли. Но Бог обещал ему, эта земля будет твоей. И вот, как выражение своей веры, Авраам покупает эту пещеру, это поле, и он завещает, чтобы его там похоронили. И потом там же были похоронены, смотрите, Сара, Исаак, Ревека, там похоронена Лия. И сейчас Иаков настойчиво требует, просит от своих детей, чтобы они обязательно похоронили его там. Вы знаете, что это значит? Это значит, что у Иакова была ясная вера до самого конца своей жизни. Это то, что дало ему прочное основание. Посланник евреям сказано об этом следующее. Все сии умерли в вере. Апостол Павел перед лицом своей смерти подчеркивал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Мы сейчас будем молиться. Практическое действие веры – самое важное условие, которое необходимо каждому человеку не только для того, чтобы жить, но и для того, чтобы умереть. Вот почему Господь взращивает веру, вот почему мы свидетельствуем другим, чтобы у людей рождалась вера, вот почему мы видим, что вся Божья история, она направлена на то, чтобы мы могли познавать Богу и возрастать в доверии Ему, что является главной целью жизни каждого из нас. Мы преклоним колени сейчас и помолимся об этом. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам, благодарим Тебя за действие благодати, которое совершенно незаслуженно привело нас к тому, что мы познали Тебя через Господа Иисуса Христа, мы познали Тебя как Творца, как Владыку Вселенной, как Того, кто в руке своей держит жизнь и смерть. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что сегодня мы можем доверяться Тебе и уповать на Тебя. Благодарим Тебя за живую, спасающую веру. Благодарим Тебя за Твои обетования, которые Ты оставил для нас. Благодарим Тебя за то, что мы можем полагаться на эти обетования, приходя к Тебе. И сегодня, Господи, когда мы смотрим на пример вот этого человека веры, которого Ты поместил, историю которого Ты поместил на страницах книги бытия, сегодня, Господи, мы видим не только его жизнь, но мы видим его подход к смерти. И мы просим Тебя благослови каждого из нас. Я прошу Тебя, Господи, за каждое сердце, находящееся здесь. Ты видишь, Господи, что мы нуждаемся в Тебе, мы не можем жить без Тебя, и тем более не можем без Тебя умирать. Я прошу Тебя, благослови, Господи, и молодых, и старых. Укрепляй веру нашу. Помоги, чтобы вера наша стала живой и действована в любой момент нашей жизни. Помоги, Господи, чтобы мы, зная Тебя, мы могли наслаждаться Тобой, мы могли жить для Тебя, и мы могли ожидать встречи с Тобой. Чтобы эта встреча была так же реальна для нас, как однажды мы встретились с Тобой, обратившись от наших грехов. Чтобы эта встреча с Тобой была так же желаема для каждого христианина и каждой христианки. Благослови нас сегодня. Продолжай утверждать нас силой Духа Твоего Святого через Слово Твое. Помести это Слово в сердце, в жизнь каждого из нас, чтобы оно принесло добрый плод. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...